Открой мне Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Еленой Николаевной Чевчевадзе, вице-президентом Российского фонда культуры, автором и продюсером многих документальных фильмов на историческую тематику. Добрый день, Елена Николаевна. Добрый день. В прошлых двух программах мы очень подробно поговорили о том, как зарождалось и что предшествовало трагическим событиям 1917 года. Теперь мы, я надеюсь, поговорим о том, каким следствием это привело. Одним из этих трагических следствий стал исход миллионов русских людей из России. Первые семь серий вашего фильма «Русские без России» назывался «Русский выбор». Но в своих интервью вы часто говорите, что вы пришли к выводу о том, что, собственно, выбора-то никакого не было. Вот расскажите, почему выбора не было? Почему они не могли остаться? А как остаться? Вот мы сейчас только что снимали в Севастополе. И очень хорошо себе представили ситуацию, при которой русская армия Врангеля. И замечу, что так же, как Юденич, герой Первой мировой войны, так же, как Колчак, командующий Черноморским флотом, человек, который готовил вот это весеннее морское выступление, уже занятие Константинополя, который тогда был враждебен России, это Турция тогда, Стамбул ныне, и Врангель, это все герои Первой мировой войны. И вот они становятся лидерами, лидерами белого движения. И в частности, вот последний, так сказать, этап белого движения – это русская армия Врангеля, которая сосредоточилась на клочке последней русской земли в Крыму. Тогда никто не сомневался в том, что Крым – это русская земля. И это ноябрь 1920 года. Вот сейчас мы будем отмечать этот печальный юбилей осенью. И когда мы представляем себе эту ситуацию, при которой подходили уже войска, которыми командовал Михаил Васильевич Фрунзе, который надо отдать ему должное, пытался у Ленина и спросить разрешение объявить амнистию, помилование. И действительно, там были распространены какие-то плакаты, листовки, даже по радио объявлялось. Другое дело, что Врангель запретил это все доводить до сведения. Но сам Ленин-то воспротивился этому, сказал, с чего вы взяли, какая амнистия. И что мы видим дальше? Мы видим, что… Да, кстати, выясняется, что в Симферополе уже находились войска батьки Махно, которые к тому времени были в большом союзе с большевиками. И они ждали возможности первыми войти в город, чтобы пограбить. И обо всем этом, естественно, знало командование Белого движения. Это гвардейские, и не только гвардейские, но и просто офицеры, которые прошли 4 года войны. Там, с августа 14-го. Потом прошли несколько лет гражданской войны. То есть это уже люди, которые, ну, скажем так, почти 7 лет провели в окопах. И вот они понимают, что это последний акт вот этой всероссийской трагедии, что идет некая сила, которой они уже не могут противостоять. Союзники предали. Остается один путь, исход. Именно не эмиграция, а отступление. И тогда происходит вот эта знаменитая погрузка на корабли, при которых практически все, кто тогда был в Крыму, смогли эвакуироваться. И никогда это не... Это, конечно, не бег, как назывался одноименный роман Булгакова и фильм. Это именно была эвакуация. Так всегда в архивах, и мы работали с такими архивами в Югославии, из какой, там графа была, из какой вы эвакуации. Потому что была эвакуация Деникинская, была неудачная, кстати, и эвакуация Врангелевская. С точки зрения того, что все были, практически не было погибших, кроме одного судна живой, который в шторм попал, а так все спасли свою жизнь. Другое дело, какие мытарства они претерпевали. Но костяк армии был спасен. Потом в лагерях Галлиполи, в лагерях Лемноса, там было казачество. И вот Врангелев этих людей спас. Вот здесь, на стене знаменитой графской пристани, установлена эта доска в память о соотечественниках, вынужденных покинуть родину в ноябре 20-го года. Гражданская война принесла в Россию несметное горе. Достаточно вспомнить, что из 10 миллионов погибших только 800 тысяч были кадровые военные. Все остальное – это мирное население. Уже можно не вспоминать про выжженные деревни, города разрушенные, вытоптанные виноградники, памятники. Самое главное, что было унижено, растоптано достоинство. Именно это послужило тому, чтобы, когда у адмирала Колчака возбужденные матросы пытались отобрать его наградное оружие, золотое, он выбросил его в море, сказав, что не вы мне давали его, и не вам его у меня отнимать. Они уходили из Крыма, уходили навсегда. Последние огоньки мерцали им с родного берега. И хотя многие из них верили в то, что смогут вернуться, судьба распорядилась по-другому. Мой отец всегда мне рассказывал эвакуацию, как они пришли на этот мол, как здесь стояли корабли, как они распрягли лошадей, и начала погрузка на пароходы. На пароходе, где был мой отец, было 7 тысяч с половиной человек, которые защищали великую Россию, и честно служили своей стране, и хотели, чтобы эта страна продолжалась в таком развитии, как она шла гигантскими шагами до начала войны в Эмбурсе. И вот я пошел на берег. Весь берег был заполнен русскими, нашими воинами. Седла сняты, лошади бродят, понимаете. Ни одного парохода нет на пристани. Простите, один только был уже заполнен. И руководник Елисеев в это время договаривались с советским командующим, что если они сдадут оружие, будут ли они так и так далее. Я не знаю, что стало с ними. Кто пошел туда, не знаю. Я знаю, что пошли в горы. А некоторые, я не знаю где. Я лично посмотрел в лошадь. Я сел, лошадь, охлюпки. Вы знаете выражение охлюпки? Это значит без седла. Я просто сел на лошадь и подвел ее к воде, и она поплыла к первой барыше. Меня там вытянули, а лошадь, конечно, утонула. Я помню тоже, как отец мне рассказывал, как раздалась молва, придет главнокомандующий. Генерал Врангель пришел на мол и медленными шагами пошел в сторону парохода. И с этого момента, когда мой отец увидел генерала Врангеля измученным, небритым, мой отец зарыдал и забился в трюм. Вот что написал отец Владимира Рена за несколько часов до эвакуации. Появление Врангеля окончательно убедило всех в нашей беспомощности. Погибло славное дело, так блестяще начатое. Рухнуло здание, на котором еще не так давно гордо развивался русский трехцветный флаг. Прощай, Россия. Прощайте, дорогие и близкие. Прощайте. Свершилось. Что их ожидало, мы знаем. Почему? Потому что мы запросили архивы ФСБ и, надо сказать, нам предоставили такие документы. Это анкеты, которые заполняли те, кто остался. А Врангель никого не принуждал. Он сказал, кто считает, что вам угрожает смертельная опасность, можете эвакуироваться. Так вот, остались многие. Прежде всего, раненые. Потому что Крым в годы Первой мировой войны это был огромный лазарет. Строили и царская семья, и до революции строила лазареты. И сейчас мы работаем над фильмом «Судьба русского Крыма». И мы показываем это, как уже то, что мы называем всероссийскими здравницами в Крыму, они все были созданы, в том числе, буквально на деньги последнего императора. Ну, еще при Александре Третьем это началось, надо сказать. А сакские грязи еще и раньше, в общем, при Екатерине. Но вот то санаторное лечение, оно сформировалось уже при Николае II. Так вот, эти лазареты, эти санатории были полны ранеными. И эти раненые, естественно, не могли эвакуироваться. Многие были просто лежачие. И, кстати, такая была там Борятинская княгиня, которая основывала один из первых и занималась санаторием. Они не верили, что может произойти. И вот эти анкеты, они у нас есть в сканированном виде, заполняются. Простой солдат, офицер, там какие-то еще люди, да? И как вы относитесь к Врангелю? Плохо. Специально уже писали о том, что они, как бы, так сказать, уже все лояльны, новые власти. И так вот Сережа Шмелев, сын писателя Ивана Сергеевича Шмелева, тоже был отравлен газами. И родители рядом. Ну, куда ехать свое? Есть какой-то домик в Алуште. Поэтому все перемелется. Так все были расстреляны. И вот на этих анкетах бесстрастно. И как бы там ни старался даже какой-то простой крестьянский, видимо, так сказать, почерк, солдат, как бы он ни старался там уже понравиться новой власти, раз стрелять, раз стрелять. Лена Николаевна, хотелось бы, чтобы вы рассказали о проекте, который посвящен храмам, которые наши соотечественники строили на Чужбине. Вы сделали уникальный проект. И, безусловно, это будет интересно нашим зрителям. Ну, вот этот проект родился тоже из, буквально, из нашего просто понимания, что главный подвиг, ну, все-таки будем говорить о миграции, заключался в том, что где бы они ни появлялись, они строили церкви, храмы. Везде. Это Шанхай, это Харбин, это Австралия. Это вообще уникальное явление. Это Аргентина, это Парагвай, это даже на Лемносе в Галлиполе, пусть палаточные, но это были храмы. А я уж не говорю в Европе. И вот мы, собственно, не думали никогда, когда мы начинали, никакого даже намека на объединение, возможное воссоединение двух ветвей одной матери церкви не было. Наоборот, мы спорили до хрипоты в Аргентине с чудесным человеком Игорем Николаевичем Андрушкевичем. И я ему, все там, так сказать, московской патриархии, там, патриарх Сергий, все это, горькие плоды сладкого плена, все были накручены. И вот, собственно, мы начинали с того, что мы везде снимали, на всякий случай. И вот просто, я считаю, это промысел Божий, что к моменту, когда уже, ну, кто-то даже говорил, что в какой-то степени наши фильмы, которые прошли в 2004 году, во многом тоже сыграли свою роль, но что люди увидели, что им дано право сказать, как мне сказала одна дама в Югославии, что Россия вспомнила, что мы нелюбимые твои дети, но мы тоже дети. И вот они смогли сказать, и в то же время мы показали, как они молятся, как они хранят язык, как они воспитывают детей. Революция и гражданская война разметали русских людей по белу свету. И туда, куда приводила их нелегкая беженская судьба, тут же возникали храмы, тут же возникали общины, возникали и сообщества. И все эти общины, сообщества в результате объединила русская православная церковь за границей. Вот о 90-летнем пути этой церкви мы и узнаем от тех, кто ее сегодня составляет. От первоиерарха до монаха, от простого приходского священника до миря. В турецком порту среди других беженских судов встал на рейде корабль, на котором собрались епископы во главе с митрополитом Антонией. Нужно было срочно решать, как в сложившихся тяжелых обстоятельствах организовать церковную жизнь для беженцев. Здесь, в Константинополе, они вскоре примут предложение сербского патриарха Дмитрия переехать в королевство сербов, хорватов и словенцев. Так называлось тогда Югославия. Воинские части армии генерала Врангеля были интернированы на полуостров Галлиполь. Здесь был разбит военный лагерь. Первые службы духовенства совершало под открытым небом. Позднее в простой палатке встроили походную церковь. В ноябре 1920 года из Москвы дошло до беженцев постановление под номером 362, в котором патриарх Тихон призвал русскую церковь за границей хранить свою независимость и живую связь с церковью на родине, где уже начинались невиданные в истории каминные навеки. Небольшой старинный городок, Сремские Карловцы, где издавна располагалась резиденция сербских патриархов, гостеприимно принял русское духовенство во главе с митрополитом Антонием. Вот здесь, как раз в Сремских Карловцах в ноябре 1921 года и состоялся первый всезарубежный церковный собор. Он и положил начало русской православной церкви за границей. Впоследствии ее так и будут называть Карлованской по названию того маленького городка, где все это произошло. А вообще жизнь наших соотечественников, этот период жизни, сербский период, он был наиболее спокойным. Во-первых, замечательное братское отношение народа, который исповедовал ту же веру, что и русский. Во-вторых, прекрасное отношение королевской семьи. Все это позволяло открывать школы, гимназии, кадетские корпуса, культурные русские центры и так далее. Единственное, чего не было, это не было своей русской церкви. Церкви в Белграде недоумевали, зачем русским что-то еще строить, когда рядом величественный православный собор святого Марка. Несмотря на это, среди русских беженцев был объявлен сбор средств. И они жертвовали свою скудную беженскую копейку, отдавая иногда последнее на святое дело. Как они, как могут, занимаются инвалидами, теми, кто оказался там брошенными, как это было в Шанхае, великий подвиг Владыки Иоанна Максимовича, который собирал детей из неблагополучных семей, учил, мы нашли таких детей и среди китайцев, там были и китайские дети, и русские. И вот все это вместе вылилось в такой фильм «Русский храм на чужбине» и в нескольких фильмах эпизоды большие про Владыку Иоанна Максимовича, которые мы считаем объединителем, потому что именно благодаря тому, что последнее совещание происходило буквально в соборе в Сан-Франциско, я имею в виду совещание представителей зарубежной церкви, и они положили, ну, какой-то акт заключительный, мнения разделились, они положили на раку с мощами Владыки Иоанна Максимовича, и потом вдруг все единогласно проголосовали, я считаю, что вот это и есть то, что чудесным образом воссоединило, то есть Владыка Иоанн сказал «да», быть этому. И вот, казалось бы, самая непримиримая часть русского мира – это диаспора русская, которая принадлежала к русской зарубежной церкви, не путать с европейской константинопольской ветви, и они вдруг повернулись, забыли обиды, забыли какие-то взаимные, так сказать, упреки, все забыли, и в братском, так сказать, слились в братских объятиях, и то, что произошло потом в храме Христа Спасителя, чему мы были свидетели, и в том же 1917 году будет уже десятилетие этого великого события, а ведь тогда, 10 лет назад, были как раз говорили, что это конец гражданской войны, и действительно, во многом, конечно, это был конец гражданской войны не идейный, а человеческий, то есть мы поняли, что и нынешнее поколение, им, как я часто говорила в эмиграции, и вы не белые, и мы не красные, понимаете? И они так, многие уже, так сказать, думали, что раз они, так сказать, дети тех, кто воевал, но иногда и они не соответствуют тем идеалам, за которые проливали кровь их отцы и деды. И у меня много таких примеров, к сожалению. В частности, вот этот чудовищный раскол, который сейчас происходит из-за Украины, из-за Новороссии в европейских приходах, которые отошли к Константинополю, это ужасно. Но, конечно, я считаю, что их отцы и деды в гробу переворачиваются, когда видят, что подписывают против России, против Русской Православной Церкви, их внуки и дети. Ну, уже не дети, внуки. Поэтому война, конечно же, продолжается, но то, что сказал замечательно на встрече с Мариной Антоновной Деникиной Владимир Владимирович Путин, это после перенесения праха генерала Деникина, это отдельная история, и у нас есть фильм. И Владимир Владимирович прилетел откуда-то, он не был на перезахоронении, и он принял Марину Антоновну, попросили ее задержаться. И он замечательно сказал, ведь уже проблема даже не в том, кто, а проблема в том, что кто победил или не победил, кто проиграл. В общем, мысль была в том, что, конечно, проиграли все, но Россия проиграла. Но он сказал, но выросло поколение, которому абсолютно вообще все равно. Понимаете? Вот что самое страшное. Лена Николаевна, один из ваших нашумевших проектов последних лет – это многосерийный фильм «Романовы». Он создавался к юбилейной дате, но как вообще пришла идея, и какие, на ваш взгляд, выводы стоит сделать, в том числе из этого фильма, и вы сделали для себя в ходе работы? Ну, этот проект нам предложил сделать Олег Борисович Добродеев в очень короткие сроки. Но концепцию это мы разрабатывали. Я долго думала, и потом она как-то изнутри. Вот что нам оставили «Романовы»? Да они нам оставили огромную страну. Другое дело, что мы многое уже потеряли, но из этой концепции родилось и название. «Романовы – царское дело». То есть это не любовники Екатерины, это не какие-то там, так сказать, убийства Павла. Хотя где-то это фоном, где нужно, возникало. Но в целом все было посвящено тому, как строилось государство российское. Как после смутного времени, которое в 1613 году уже грозило полной потерей государственности российской, которую создавали Рюриковичи. И как молодой Михаил Федорович от него до последнего императора, русский урок, так назывался, последний наш пятый фильм, как все наши государи работали над строительством государства. И потом некоторые люди мне говорили или просили передать, что впервые, когда они посмотрели этот сериал, нам было не стыдно, а какая-то гордость охватывала за нашу историю. Мы постарались доходчивым языком, языком телевизионного экрана рассказать нашим согражданам, что наша история достойна глубочайшего уважения. Да, как в истории каждой страны, в истории каждого государства в ней есть и поражения, но это не те поражения, после которых страна переставала существовать. Мы каждый раз находили все духовные силы, и церковь всегда поддерживала все, что в русском народе самое лучшее. И каждый раз Россия вставала, и я верю, что Россия вечно. Большое спасибо за столь подробный и детальный рассказ. Спасибо. Спасибо вам, что выслушали. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова